фасад дома выполнен стандартным в принципе караедом с элементами дерева с этой стороны он есть наверху и с другой стороны большая плита на которой собственно стоит дом и которая перетекает в ровную плоскость опорка по задней стене и вдоль нее также идет газ сейчас спущусь по дороге и покажу со стороны въезда как выглядит этот домик так ну вот вот так выглядит друзья дом красивый красивый дом на самом деле я ожидал честно говоря хуже вот как он есть вот здесь соответственно к нему заезд сервитут и еще один проезд будет вот здесь между вот этими двумя участками и там вот где сараюшка там будет еще один соответственно друзья дом так что вот если вам понравился цена отличная цена под роликом взяли друзья ну что смотрите можно приобрести дом вот с таким потрясающим видом на море и соответственно уже видно хорошо адлер и все близлежащие дома вот тут вот живут видимо соседи постоянно очень легко этот понять где находится дом если вы едете по дороге в хосту или в кудепству вот эти замечательные сосны вы видите отовсюду они прям очень характерны смотрите сразу обращу внимание у соседа вот этот старенький домик на маленьком узком участке тут проблема как раз нарезке участков что они были узкие длинные и к ним не было заездом сосед этот дом и участок продавать не хочет соответственно принято решение его снести и ему построить небольшой маленький модульный домик в котором он может приходить и заниматься своим вот этим не сильно активным садоводством но это вот собственники сделали то есть здесь небольшой коттеджный поселок будет он не продаваемый то есть вот здесь вот дом будет строиться для себя и собственник этого дома опять же построить следующий дом вот дальше там на участке и и выше этого участка также есть уже покупатель то есть вот здесь будет еще один четвертый дом то есть вот такое небольшое красиво я покажу как это выглядит небольшой коттеджный поселок как говорится близких по духу людей пойдемте смотреть дом дом большой 290 квадратных метров с несколькими спальнями тут пять спален получается 4 4 спальни 4 есть недостатки о них прям вперед значит смотрите вот это мастер спальня с панорамным видом море 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 я бы для себя наверно мастер спальню здесь сделать не стал хотя может быть бы стал встаю я сейчас рано солнце просто будет вот здесь вставать и соответственно очень много солнца с утра для зимы это хорошо для лета ну прям вообще не поспишь есть санузел и санузла кстати тоже есть выход на балкончик если кому-то нужно пожалуйста вот можно выйти но не хватает гардеробной вот в этой спальне поэтому можно наверное бы разобрать вот эти вот блоки и вот эту вторую спальню расширить эту спальню и сделать здесь гардеробную потому что ну гардеробной прямо друзья не хватает это я считаю серьезный недостаток хозяйки меня поймут также здесь есть еще один общий санузел это мы на втором этаже есть еще цокольный этаж где гараж и тут есть еще две спальни вот это хорошая спальня она со своим видом выходом на балкон вот балкончик площадь хорошая удобно ее распланировать то есть можно сделать допустим рабочую зону вот напротив окна вот этого или вот здесь где-то а тут соответственно можно поставить уже зону спальную и третья самая темная самая 3 темная спальня вот это тут прям красота спать есть тоже поставлен зачем-то вот такой степло стекло пакет балкона нет а внизу еще кусок участка как вы видите газ вот уже тоже подвели и следующий дом будет строиться вот здесь вот вот здесь будет еще еще четыре сотки тут участок из коридора лестничный проем тоже есть окно на зелень красиво хорошо спускаемся на первый этаж и тут самая главная фишечка давайте посмотрим я вам покажу планировку как это все должно выглядеть вот вот этот дом в принципе он выглядит уже именно так как есть смотрите предусмотрен даже маленький бассейн сейчас я покажу место где он будет вот так вот соответственно каскадами идут три виллы и четвертая за ними вот и как это выглядит соответственно в тумане красиво хорошо общий есть дизайн-код это важно и вот смотрим собственно большую гостиную совмещенную с кухонной зоной кухонная зона идет соответственно вот так вот тут наверное будет стоять остров много места и соответственно легкий выход на террасу вот вам мы выходим на огромную террасу поют птички очень красиво очень все хорошо и вот здесь смотрите друзья вот здесь собственно маленький бассейн вот небольшая купелечка в принципе можно наверно даже с террасы вот ребята у меня предположили туда спрыгнуть терраса огромная на площадью больше чем основная часть квартир который сейчас продается в сочи видите сами она реально большая вот здесь вот проезд внизу гараж два по две машины и туда пошел проезд как раз на следующий участок так идем дальше и тут же на первом этаже естественно есть санузлы и есть вот такой кабинет я так думаю это все-таки не спальня это именно какой-то рабочий кабинет вот большой санузел да вот он можно наверное сказать гостевой санузел и техническое помещение где также будет мокрая . постирочная тут же будет висеть газовый котел тут же канализация и вот это помещение свободного и так понимаю назначение можно подумать что здесь делать может быть тоже еще какой-то какая-то рабочая зона может быть библиотека кстати вот и дальше мы спускаемся уже в подвал и в подвале у нас есть гараж еще одно техническое помещение и соответственно гараж на два друзья автомобиля такой вот просторный гараж вот так собственно выглядит этот дом вот так первый вот так Продолжение следует...